Всем привет! Сегодня мы поговорим немножечко о ревности турецких мужчин. У меня есть на канале одно такое прямо с первых видео на эту тему, с чего начинался мой канал. В нем я постаралась тогда рассказать. Честно скажу, тема до сих пор актуальна, и от своих слов я не отказываюсь. Я придерживаюсь той же точки зрения до сих пор. Что существует, скажем так, три вида ревности у мужчин. Первая это такая популярная для европейских мужчин, для всех это в принципе подходит. Когда мужчина ревнует из-за своих каких-то личных комплексов, личной неуверенности, настолько ли он хорош, что женщина от него может уйти. Неуверенность в себе. Второе это вот то, что относится к восточным мужчинам, мужчинам-туркам, что я в том видео рассказывала. Такой вид ревности не столько из-за комплексов, хотя они тоже влияют, а сколько их воспитывают с этой ревностью, с вот этим отношением. Ну это особенность такой менталитета восточного, что эта женщина только моя, что если на нее будет смотреть другой какой-то мужчина, то это немножко из религии у них идет, и воспитание, и с культуры их воспитывают таким образом. Не буду сейчас в это вдаваться очень подробно, об этом видео есть отдельное. И третий вид ревности это уже какие-то наклонности садистические, шизофренические, это проблемы с психикой человека, это не отношения, не имеют никакой национальности, это может быть у всех, и не важно, восточный это мужчина или сосед Вася у вас по лестничной площадке. Это в принципе проблемы с головой человека, это определенные, скажем так, предпосылки, проблем каких-то, отголоски. Но женщинам нужно на это обращать внимание свое при общении в отношениях с мужчиной, потому что, скажем так, не знаешь, на какого психопата нарвешься, и как бы надо знать немножко рамки то, что есть норма, что нет. И иногда эта тема у моих видео проскальзывает. Сегодня я вам зачитаю историю моей подписчицы, она очень сильно просила снять об этом видео, дать свой какой-то комментарий по этому поводу. И ждет она, в принципе, и ваших комментариев под видео, что вы думаете по этому поводу. Она тоже, скажем так, стоит на определенном этапе в жизни, как бы узаканивает серьезные отношения с мужчиной, но у них есть одна небольшая проблема в плане ревности. Давайте я начну, зачитаю сначала ее письмо. Здравствуйте, Галина. Я ваш канал смотрю уже год. Так, 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 давайте это пропустим, наверное. Полтора года живу с турком. Его зовут Мурат. Почти год мы жили в Турции, потом полгода в России, а сейчас из-за его работы нам пришлось разъехаться. Сейчас он в командировке в Алжире. Он бригадир по ремонту, декору, отелей, ресторанов и так далее. Эта командировка должна продлиться год, а я в это время в Питере живу у своей бабушки. Ну, в принципе, кстати, логично, да, что они не могут вместе, ну, как бы командировка и смысл, скажем так, тратчать в Турции с его родителями, когда ты можешь своей бабушке помочь. В принципе, ну, то опять вот я буду немножко подчеркивать, что эту историю уже читала. В принципе, тут первый значок. Как бы не все человека устраивает. В принципе, он меня устраивает во всем, но очень заботливый, помогает мне всегда и везде. Очень щедрый у него свой бизнес. Правда, пришлось его закрыть, но это другая история. Также он помогает всей моей семье, даже помнит, когда у них дни рождения. В общем, в Турции я 4,5 года изучаю их культуру, воспитание, обычаи и так далее. И по его поведению, как он относится к близким своим и окружающим, и друзьям, я поняла, что он действительно такой добрый, надежный, верный, на которого можно положиться, он никогда не предаст. Я его описала кратко, чтобы вы понимали, что он правда достойный муж и хороший человек. Но есть одна черта, которая все эти достоинства перечеркивает. Он слишком ревнивый. Он пытается контролировать меня во всем, в чем только можно и нельзя. Мы еще не женаты. Я уже начала задумываться, а стоит ли? Вот она проблема, собственно, девушки. Он прошерстил абсолютно все мои соцсети, все фотографии, большинство фото заставил удалить. Всех друзей тоже просмотрел, изучил всех других мужчин. И как-то паблики, где когда-то я сверкаю, модели мужчины, тоже все заставил меня аж заблокировать. Моих лучших подруг и их друзей тоже всех проверил. А потом выслушала недовольство, почему у моих подруг такие откровенные фото, и как я могу с ними дружить. И мне пришлось даже попросить всех подруг заблокировать его аккаунт, чтобы он лишнее не видел и меня не бесил этим. Он изучал каждого парня, который у меня в ВКонтакте, и который из моего города, откуда я их знаю, и так далее, и тому подобное. У некоторых парней, моих знакомых, даже нашел фото, где мы вместе, или в компаниях, о которых я и не догадывалась даже. То есть, когда человека, наверное, где-то отметили на фотке. В общем, про соцсети, надеюсь, вы поняли. Тотальная проверка и контроль. И чтобы вы понимали, он поставил у себя в Инстаграме уведомление о том, что я кого-то лайкнула или откомментировала. Он этот контроль проверен не один раз. Он сидит на моих соцсетях каждый день. И каждый божий день у него какой-то новый вопрос. А почему? А кто? А зачем? Лайкаешь или меня, и меня зачем лайкают, и так далее, и тому подобное. Причем в начале отношений такого не было вообще. Я сначала реально подумала, что он идеальный. Просто предел мечтаний. Но не тут-то было. Вот у девушки сомнения есть. Дело даже не в том, ревность или еще что-то. У тебя уже есть сомнения, связывает ли свою жизнь. Тут вопрос перед браком, у тебя серьезные отношения. Уже червячок такой заложен. Я девочкам, которые смотрят, это акцентирую вам. Обращайте на это внимание. Ваши сомнения не просто так. Вам же с этим человеком потом вместе быть. И вам должно быть с ним комфортно. А тут уже сомнения есть. Просто у меня не так много подруг в Турции, чтобы понять, это так у всех русско-турецких пар или нет. Я не против, чтобы он сидел в моих соцсетях. Мне скрывать нечего. Я ему не изменяла, не изменяю. И с другими не переписывалась. А он ведет себя, как будто за мной нужен только глаз да глаз. Хотя я его немного понимаю. Я не уродина, фигура у меня хорошая. Я и сама замечала всю свою жизнь, как смотрят на меня другие мужчины. И как они ведут себя, когда я мимо прохожу. Конечно, мой Мурат ревнует, но в то же время я пошла ему и навстречу. И одеваясь сейчас скромно, без мини и декольте, оголенных других частей тела, я перестала общаться вообще с другими моими знакомыми, друзьями, парнями. Только чтобы он мне верил и не нервничал. Но этого недостаточно. Все это про соцсети, ревность к другим парням началось еще, когда мы жили в Турции. А не сейчас, когда мы разъехались. То есть разлука это не повод. Дальше он начал допрашивать меня, куда я ходила без него, были ли там мужчины, неважно, Турция это или Россия. Смотрели они на меня, подходили, разговаривали, сколько их было, что они там делали. Эти вопросы про все места, где я была, магазин, больница, салон красоты, спортзал. А недавно мне даже пришлось показывать ему, кто едет со мной в автобусе. Турки любят разговаривать через видео на камеру, думаю, вы это знаете. Я показала ему весь автобус, кто со мной ехал. И он заметил в начале автобуса какого-то парня, который стоял лицом в мою сторону. Но про этого парня он мне сказал спустя несколько дней. Типа, а знаешь, когда ты ехала в автобусе позавчера, там был парень, который на тебя смотрел, он к себе подходил. Представляете, что началось? Это же маразм какой-то, паранойя, полный бред. А я же не могу ему отказать в видеокамере и говорить тупо через динамик по телефону. Это для него 100% будет значит, что я что-то скрываю, не хочу ему говорить, не показывать место, где я и с кем. Думаю, вы меня поняли. И такая ерунда всегда и каждый день. Он начал обижаться, злиться на то, что иногда я не могу сразу взять трубку, когда он звонит. Или забыла предупредить его, что сегодня пойду в еще одно место по делам. Или злиться на то, что не сообщила о том, что я закончила какое-то занятие, допустила и, допустим, еду домой. То есть по его логике я обязана звонить ему и писать буквально каждый час, что я делаю, что у меня изменилось в планах, куда я иду и тому подобное. Ну и в какой-то одежде иду и куда, это, конечно, тоже всегда должна показывать. В обычный спортзал я уже не хожу. С этим я смирилась. Я хожу чисто в женские какие-то студии и клубы. Потом я до наших отношений танцевала танец живота долгое время. У меня были выступления, многих дорогих костюмов. С этим тоже пришлось распрощаться. Я вообще по образованию хореограф, но из-за него я не танцую сейчас вообще. Восточные костюмы мои сейчас у его родителей в Стамбуле дома на балконе пылятся. А я в России. Без них. Хотя как-то он мне говорил, что я могу танцевать, но ни в коем случае не с выступлениями, а просто в студии с другими девочками. Все это максимум из-за того, что может быть с танцами. Но со сцены, конечно, это не сравниво. Мне этого не то, что не хватает. Я теперь уже полтора года, когда с ним вот в отношениях, как без воздуха, без задушины, без людей. Но постепенно я с этим смирилась. Главная ошибка девушки. Я с этим смирилась, и сейчас уже не так обидно. Я очень сильно интересуюсь психологией. Всегда с ним по этому поводу разговариваю. Тем более он шесть месяцев жил со мной в России. Я ему показывала, что здесь всегда так. Мужчина и женщина в перемешку. И в этом нет ничего страшного. И мы так привыкли. Для нас это обычный уклад жизни. Поначалу я скрывалась, срывалась на него и дико не понимала, что он от меня хочет, почему он меня ревнует, зачем. Но потом я начала все больше его понимать и пытаться понять, как-то по-доброму решить глупые проблемы, поговорить, объяснить, что ты зря злишься и так далее. Но все впустую. Он все равно будет меня добивать этими глупостями. Это вкратце, Галина. Думаю, вы меня можете понять, что мне делать, как быть. Я была готова выйти за него замуж, но сейчас уже реально сомневаюсь и думаю, а не настанет ли хуже. А смогу ли я все это вынести? Нужно ли мне это вообще? Я его очень люблю и все-таки хотела бы с ним быть дальше по жизни. Но своей ревностью он все портит. Я боюсь, что мы расстанемся из-за этого. Я уже думаю обо всем, о том, как мы расстанемся, и на меня никто не будет задавить. Но как он обо мне заботится, это ни с чем не сравнить. Прошу вас, посоветуйтесь, что делать. И дальше я не буду зачитывать, но девушка у меня попросила делать консультацию для ее парня психологическую. Типа его вразумить, ему что-то объяснить. Ой, здесь очень какой сумбур. Ну, давайте сначала я расскажу об этом мужчине в отношениях в общем, а потом мы все-таки перейдем, в частности, к девушке, к ее личности. Проблема не у него, а у нее проблема. Его подобное поведение, я считаю, на мой личный взгляд, прожив здесь в Турции, с точки зрения психологии, это его личные проблемы в плане у него проблемы с психикой. Это не связано, не все, она как говорит, вы меня понимаете, и мне интересно, а у всех ли русско-турецких парах такое? Такое далеко не у всех, у некоторых такое бывает, но это когда у мужчины, скажем так, немножко вот в этом месте какие-то проблемы. У этого мужчины, у Мурата однозначно проблемы в плане ревности, и вообще это какие-то отголоски или предвестники, наоборот, каких-то психических проблем с психикой конкретно. Это не супертревожность экстра, я здесь этого не вижу, это не чрезмерная любовь к этой девушке, это его личные проблемы, я считаю, что вы очень правильно, сейчас у вас голос здравого смысла есть какой-то, да, в голове, и вы понимаете, что это ненормально, и вы оцениваете, что ваших сил, да, если он не изменится, эта ситуация не изменится, потом в отношениях станет хуже, вы с этим не сможете мириться, и он вас либо сломает окончательно, либо вы все-таки попробуете потом от этого уйти, скажем так, развестись, от этого мужчины отойти каким-то образом, вам это не по зубам и не по силам. А знаете почему? Потому что у вас нормальная психика, и для человека с нормальной психикой, беспроблемной, независимым, несозависимым с ним, это вообще никому не по зубам, да, нормальный человек это не сможет переживать, потому что это не жизнь, и не отчетность какая-то, и это не ревность, это тирания. Сейчас, понимаете, да, когда вы будете в браке, его вообще ничего сдерживать не будут, и я честно скажу, я не знаю, очень добрый, заботливый, это правда, многие агрессивные, либо мужчины с тиранией такие, но потом эта любовь и забота переходит в то, что ему что-то не нравится, и не факт, что не дойдет до рукоприкладства, хотя, может быть, сейчас вы в мои слова, конечно, не верите, да ты что, с ума сошла, он такой идеальный весь, и, в общем, все замечательно, он просто идеальный мужчина, но вот ревность, а я скажу, что далее, если у него проблемы с головой, то далее это может перейти в какие-то негативные, проблематичные формы, проблематичные частности для вас, на вас могут поднимать руку, где доказано того, что он вам уже в каком-то бреду сейчас не верит парень в автобусе, там ехал, подходил себе или нет, а как ты ему потом докажешь, когда ты уже замужем будешь, и что там, не знаю, сосед тебе, я в лифте сказала просто здравствуйте, до свидания, что это принято в Турции, а мужу твоему будет казаться, что ты сама что-то, ты первая поздоровалась, то есть причин доколупаться будет всегда очень много, и нет гарантии, что он будет всегда как-то, в общем, я вижу в нем предпосылки какого-то агрессивного в будущем поведения ненормального. Действия по уменьшению вот этого нагнетания обстановки, разрядки какой-то не помогают, человек всегда находит повод, чем дальше, тем больше, чем он больше будет вас обладать какой-то властью, в кавычках, чем раньше у вас появится штамп в паспорте, тем он, поверьте, он свои клешники распустит, он вас просто вот так вот захватит и начинает сдавливать, пока вас, скажем так, не переглотку вам не передушит и не сломает вам хребет окончательно, и он тогда не успокоится, он может тогда унижать, еще это перейти в агрессивную форму, может бить тогда, это будет просто домашняя тирания, начинается все вот с такого. Вы смотрите, что этот спрут вот так клешни уже запустил во все сферы вашей жизни, и это ненормально. Вы, когда находите человека и его любите, ну, создаете отношения, встречаетесь, выходите замуж, у вас рождаются там дети, вы никогда не должны забывать о том, что вы личность, у вас должно быть свое личное немножко пространства, свое личное время оставаться наедине с собой. И такой тотальный контроль, это уже сейчас ненормально, а если вы будете в браке, будет еще хуже, и это ненормально, это не имеет права на жизнь, такая форма отношений. Вас поглощают, ваша личность, скажем так, губится, вашей личности потом не останется в отношениях. Вы будете жить для него, ради него, чтобы он, не дай бог, что-то подумал, чтобы он, не дай бог, не приревновал, а вы столько-то я вернулась, и вы с этого весь бред не влазите в это, вот честно. Ну, если вам не хочется, конечно, но я вижу, у вас есть сомнения, поэтому повод для размышлений. Так, теперь к самой девушке. Почему? Это классическая изъезженная история, в последних видео это очень часто встречается, девочки идут к психологам с этой проблемой. Почему вам такое нужно проанализировать, как у вас было в детстве с родителями, в частности с папой, с образом мужчины, я уже 50 раз, наверное, это говорю. Почему вам важна эта тотальная забота, почему вы хотите себе мужчину, который бы о вас вот так заботился, значит, вам этого не хватало в детстве. Внимание, забота от своих родителей, в частности, может быть, от папы, либо папы вообще не было, либо он не участвовал в вашей жизни. Но такие предвестники типа ревности и тотального обхвата вашей жизни, заботы мужского плеча, это предвестники того, что мужчина может быть агрессивным, и вследствие чего накладывать побои и всякие прочие домашние тирании, может быть, и по отношению к вашим детям в том числе. Это такая оборотная неприятная сторона, которую девушки потом узнают. Я вас об этом сейчас предупреждаю. Вы не готовы с ним расставаться, у вас эта проблема чисто вот, сходя из того, что мы с вами общались, я вижу, это есть. Почему? Вы невротик, которому для его сценария жизненного нужен вот такой человек. Но ваш внутренний голос сознания, ваш еще здравый смысл, который у вас есть, говорит о том, что, дорогая, не влезай в это, ты не потянешь. Потом будет хуже. Это ваш здравый смысл, вас останавливает. Поэтому вы мне написали, хотите какой-то обрисовки этой ситуации, взгляда со стороны. Этот жизненный сценарий настолько, скажем так, мужчина с ревностью и с тиранией, вы почувствуете, что вы его не потянете. Потому что для вас, да, нравятся такие отношения, но более лайтовый вариант, чтобы вас ревновали, чтобы о вас заботились, о вашей семье, знали с днём рождения ваших родственников. Ну, на этом как бы так заканчивалось. А вы выбрали мужчину, у которого проблемы на эту тему, и вы понимаете, что вы этого мужчину не выдержите, вы не вывезете отношения в будущем, что это для вас экстра. Потому что у него какие-то определенные проблемы в этой сфере есть. Поэтому у вас есть сомнения сейчас. Но если вы с ним расстанетесь, вы найдёте точно такого же, но может быть по лайтове, потому что проблема лично в вас вот это сидит, вашего желания, какой-то тирании, садистических немножко отношений, чтобы вас контролировали. Просто контроль и такая экстра забота со стороны мужчины для вас, она главная в отношениях. Вы не любите. Вы любите контроль, вы любите внимание, вы не любите самого человека. Потому что вот человек вот сам вот такой есть, вот его минус огромный, вы его не принимаете. Вы хотите исправить этот минус и ситуацию оставить. Вот всё мне в нём нравится, но вот этот минус мне в нём не нравится. Так не бывает. Если вы человека действительно любите, вы в комплексе принимаете. Если не любите, вы с ним расстаётесь. А убрать какой-то минус, вылечить, замазать ластиком, убрать, как будто этого не было, вам это хочется. Тем более человек этого не хочет менять, ему комфортно. Это невозможно. Вы либо принимаете его, либо нет. Почему я говорю, что проблем у него никаких нет? Он к психологу не идёт. Вы с ним пытались говорить, он не разговаривает. Его всё устраивает в этой ситуации. Он ничего менять не хочет. И что-то может измениться в жизни, в ваших отношениях, если он захочет меняться. Он меняться не хочет. Поэтому я вам сразу говорю, что ничего с его стороны в этой ревности не исправить, пока он этого не захочет. Если вы отведёте не ко мне, а я отказала вам в консультацию, к другому любому человеку-психологу, он вам не поможет. Потому что человек туда не пришёл своими ногами по своему желанию. Это ваше желание исправить какой-то пунктик в человеке. Вы не доктор, вы не лекарь, вы не можете пошариться в голове другого человека и что-то исправить насильно. Вы либо его принимаете, какой он есть, либо с ним расстаётесь, убираете свои жизни. Вы просто не хотите. Вы понимаете, что расставшись с ним, вы потеряете заботу, внимание и прочие такие коврижки, которые вам в нём нравятся. Но вы не можете с этим расстаться, потому что ваш определённый сценарий, который вам нужен. Поэтому вот если, ну, не брать психологию, просто как человека, я вам скажу, бегите лучше не станет. Исправить его вы не сможете, пока он этого не захочет. Хотите ли вы терять время, вы уже вот в этих отношениях, зная, что ничего не изменится, решайте сами. Но я вам скажу, что когда у вас будет брак, официально законится отношение, скорее всего, станет ещё хуже. Так что давайте себе отчёт. Исправить его насильно невозможно. И он этого не хочет, как вы видите. Он не идёт к психологу, я повторюсь. Он только усугубляет ситуацию. Проблема не в вас, проблема в нём насчёт этой ревности. Но у вас другая проблема. Вам нужен мужчина, который вас будет контролировать, где-то немножко садистом будет, который будет гипер вас опекать. Разберитесь со своим прошлым, со своим детством, со своим папой. И тогда эта проблема от вас уйдёт. Это надо проработать психологом. И такого мужчину он вам больше просто будет не нужен. Вы найдёте другого мужчину, который тоже может о вас заботиться, но у вас будут партнёрские равные отношения. Надеюсь, это видео было полезным. Особенно для девушки, которая написала... Такая микро у нас получилась. 20-минутная консультация психолога. Я надеюсь, что для вас это будет полезно. Особенно девушке, которая в подобных отношениях. И кто всё-таки вышел замуж. Расскажите, как у вас потом развивались отношения. Стало лучше или стало хуже? Жду ваших комментариев на эту тему. Тема очень серьёзная. Если у вас есть предложения и ваши какие-то анонимные истории, пишите мне на почту. Почту оставлю под этим видео. Разберём, проконсультируем онлайн в формате такого режима, как видео. Спасибо за ваши письма, комментарии. И лайки канала, если вам это понравилось. Буду очень признательна. Всем пока.